У нас с вами сегодня 19 занятие и мы начинаем очень-очень осторожно, но достаточно ёмко по сути подходить к женским архетипам. Когда я готовилась к сегодняшнему нашему с вами занятию, я вспомнила, как мне это преподносили. Тогда достаточно давно не было таких громких названий, юнгов, с чёткими обозначениями архетипологических моделей. Мне преподнесли, я чуть-чуть коснусь той темы, чтобы вы понимали, о чём разговор ведётся, мне преподносили архетипы по сегодняшнему их названию через божественную комедию Данте. Или по-другому это называется путешествие по Раеву и путешествие по Аду. Из чего начиналось это всё? Мой наставник мне рассказывал о том, что на этой земле достаточно чёткая иерархия. Девять кругов Ада — это земля, и на ней главенствует женщина. Девять сфер — это девять ступеней, по которым суждено или предназначено подняться мужчине. И если мужчина на какой-то из ступеней останавливается, то он превращается в кристаллизацию, такую как решётку, как ячейку. И долго-долго ходя по своему кругу или сфере, он всё-таки принимает решение кого-то наказать за свою неудавшуюся судьбу. Мужские архетипы мы с вами прошли. Сегодня будем касаться женских. Так вот, самым страшным грехом, девятым грехом Ада по божественной комедии Данте, которая написана была в 1309 по 1921 год, Ад и грех — это ограничение сознания того, чью жизнь женщине доверили. Это в объёме собственных убеждений предать того, кто в поверил, безусловно, по идее, согласно законам природы, то хрупкая, то незащищённая тельца, та жизнь со святым этим искрой Божьей, у которого заведомо не было выхода, а его почему-то по каким-то своим корыстным целям, по каким-то своим корыстным убеждениям, что кому-то обязательно нужно отомстить и что-то сделать кому-то плохо, потому что мне хуже, чем им, или кого-то обмануть заведомо для того, чтобы попользоваться чужим. И начинают ограничивать чужие возможности. Возможности того ребёнка, чья жизнь находится в женских руках. И самое страшное, чем играют, — это играют честью. И если раз получилось предать, то это будут бесконечности один раз, и два раза, и три раза, и всю жизнь до тех пор, пока пресловутый камень судьбы не остановит. Слово — это женщина. Женщина — это и время. Женщина, подразумевающая то, что можно обманывать в корыстных своих интересах, всегда лжёт. Ложь — это убийство. Женщина-мужчина убивает в спину. Мужчина убивает сам себя за собственную несостоятельность, а вот женщина всегда убивает других. Слово подразумевается в силу того, что мыслью, как сценарием, как причиной создателя этого мира, всегда проговаривается, что же мы будем делать, или даются определённые обещания. И слово должно порождать свой образ жизни и, самое главное, исполнять его. Женщина всегда живёт в горизонтали, потому что она по своей природе, как и Земля, собственно говоря, наша планета, она находится в огромном созданном силой создателя или просто силой огромном мироздании, в котором всё сделано так, чтобы Земля развивалась, чтобы у неё были все возможности и безграничность получения того, что ей нужно. Собственно говоря, женщина поступает точно так же. Её, какие только ей ведомые желания, на второй день творения включает слово. И это слово или ласково, или претензионно назначает чужой системе порядок. Порядок бывает по-разному. Если мы перейдём с вами и послушаем наши русские, славянские, российские поговорки, то огонь — вода. Огонь — это искра Божья. Вода — это слово. А вот медные трубы — это наших пресловутых восемь систем, восемь плоскостей, через которые, собственно говоря, и создан этот мир для того, чтобы женщина смогла мужчину провести, сына ли, брата ли, просто друга или ученика, неважно. И проходить, самое главное, нужно через все самые непростые ситуации, чтобы показать ему, как первое, не умереть. Второе, чтобы он понял, что всегда за спиной есть что-то светлое и чистое. И в-третьих, даже через много лет, вернувшись к исходному, человек всегда мог вспомнить, что есть та, которая не продаст, не предаст. Еще раз вспоминаем о том, что память, она пишет все. И почему на сегодняшний момент выставленные модели, но не очень доразвитых девочек, они способствуют разложению всего вот этого юношеского, девичьего коллектива, из расчета «я хочу быть на нее похожа». И потом бессознательно начинается переповтор копирования того образа жизни, даже не понимая, даже не осознавая, что я делаю, только по одной причине. Я любыми способами буду маме доказывать, что я круче ее. Всегда у принцессы классический, романтический, очень женственный такой образ, ну вот прям отличница. Вот прям отличница. Не подразумевается никаких излишков, потому что нормы и правила, которые выбраны на плакатах и портретах, будут потом. Потом. Потому что выбирается идентичность мамы. А чтобы взяли, это вот я такая вся порядочная. Значит, у женщины, в отличие от мужчины, всегда присутствует фантомный образ. Первоначальный фантомный образ, который сливает мама, как отношение мамы, женщины к женщине, остается навсегда. С ним можно научиться жить. Его нужно и обязательно необходимо исправлять потихонечку. Но основа, это вот как выходящая мама, будет всегда до конца дней. Почему ужас, отсутствие образования для понимания, почему раньше был институт благородных девиц, для того, чтобы этот образ в меньшей степени, менялся и наполнялся чем-то таким светлым, достойным хотя бы действием, хотя бы терпением, хотя бы невыплевыванием яда. Приучение к другой среде, где те же самые, как портреты и плакаты, делают одно и то же, оно способствовало перекодировке. Но отношение и образ мамы, как она вот тут королева, я же сказала, да, он навсегда будет оставаться, и очень сложно с ним справиться. Проявленные вещи, если мы смотрим, как принцесса будет реагировать, да, если она смеется, то она понимает, что ей нужно вам понравиться. Если она стесняется, то это завлекушка того, что мне, собственно говоря, пора замуж. Я такая всеневинна, приятная, достойная и надежная, и со мной можно идти по жизни. Это заложено, это архетипологические модели, которые подпитываются, но уже не один век. Это природа. Ну, теперь давайте посмотрим, как же пресловутые периоды рождения в женском обличии будут с фантомным образом разбираться. Значит, система у женщины, как горизонталь, работает очень четко. Образ мамы, образ семьи. Для того, чтобы вот это стереть и поставить какой-то другой сценарий, значит, надо с мамой разобраться. С мамой разобраться очень сложно. Это бесконечное сознание себя, происходящего, где я, кто я и что. Почему для женщины очень важно научиться работать и саму себя обеспечивать. Это еда, это жилье. И как только начинает сформатироваться собственная среда обитания, нужно смотреть, вообще там получается нет что-то.